Заливочка Давай Давай еще Паре я славу Все Что ж ты сюда ставишь Я буду носить металл База отдыха База отдыха Да вот сюда, Сань, да? Да, давай Браво Ну давай сюда А внутри еще Пене Внутри там у нас беседочно Сюда Принимай это сразу Где? А тут внутри сразу А тут сразу А тут сразу Иди База Вдох Вдох Вот Продолжаем. 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 куб почему второй сорт вот к примеру крестик видите отбитый вот этот типа уголочек кусочек ну и так вот крестик тоже уголочек вот допустим так он ровный четкий все хорошо с ним и сама длина отличается там на сантиметр не 600 601 1 такое 610 то есть идеальные ровный хороший все просто если такие вот сбойчики ну 1000 гривен клуб то есть я купил 18 куба один палет вышел 1800 гривен отличный довольный рады и сама больше что я довольны и рады это по металлу что взяли металла взяли уголка а что такое уголок уголок верхняя и нижняя часть запустим на дверь в клетку уголок стоевые вертикальные такие трубочки все дверка готова в одну клетку ну и так по накатанной и этих хватает и еще мне там подвезут ну то я потом покажу ведутся и значит вот эти вот сами трубы мы начинаем уже начали саней бурить вот такие типа свои вот такого типа глубина бурения 70-80 сантиметров основные эти сотые 90 трубы поставим зальем он закладная и начнем за наполнять песком и заливать это основная стойка которая будет держать клетки которая будет являться диагональю со стенами каждая клетка так каждая стена на перегородке клетки но еще тут немаловажный момент клетки мне надо допустим для свиноматок чтобы вниз был такой нижняя часть клетки хотя бы сантиметров 50 60 чтобы поросят они перевозили в клетка с клетки в клетку вот этот момент тоже немаловажно именно и сами двери сделать тоже часто ну там мы там у меня другой вариант поэтому будем там что же что-то думать вот так друзья все приобрел по металлу я думал больше то есть до плюсовым до общей суммы 6000 гривен металл и 1800 гривен газоблок газоблок и начинаем дальше побурим эти все свои зальем все трубы и потом будем ну буду вас держать курс и показывать все мелочи что и куда и как по опоросу который у меня ночью сегодня ночью был сейчас я вам покажу это разродилась киевская опоросилась киевская генетика груша это с тех вариантов что мне привозил юра киевскую генетику это тех что я покрывал искусственно вот сама груша вот такой опоросик опорос 12 штук все живы здоровы тоже все нормально опоросилась ну конечно контролировали обтирали вытягивали ну сказать что какие-то трудности были не скажешь трудности были в основном у нас по первый опорос киевской генетики это в клубнике там тяжело она рожала она покрыта петре нам то есть поросята крупная тоже покажу в следующем видео вот такой опоросик покрывал искусственно я ее тогда дюрком у нас комплекс а вот такие поросята так что опорос прошел успешно спасибо вам кто-то советовал желал чтоб все было хорошо чтоб прошло без проблем все таки прошло поросята живенькие здоровенькие завтра или послезавтра у этих поросят купировка хвосту клыки кастрация потому что этих всех поросят оставляю себе на откорм будут на корм тут а я им сделал вот такого типа времяночку когда идет опорос я их всех забираю в ящик они здесь ее не тревожит и тогда так по одному подпускать сейчас они там два-три дня неделька подрастут и это все раз гаражу поставлю одну общую перегородку поставим туда воду и прикормку ну вот я поставлю раньше а прикормку посмотрю по их состоянию ну а тех других клубники с киевской генетики покажу потом следующем видосе вот такие друзья дела вот такие у нас девушки по сараю работаем начали заниматься сараем это у меня загуляла свинка дюрчиха уже перегуливает этот у меня кассированный кабан это тоже все на мясо вот этот бак мы используем для воды тут а в сарай набираем потому что в кого-то не хватает воды когда идет заливка сюда набираем тут а 330 литров этот бак и я думал он такой ну вырезали тут а дырку я думал внутри солярки грязный он оказался довольно таки чистый все хорошо с этим баком используем его для воды то есть клетки закончится воду перестанем брать покрашу его более-менее приведу порядок и будут баком на 330 литров сюда в сарай и пробьем скважину я думаю где-то недельки две-три будем бурить скважину наймем специалистов скважина тоже ну скважину я в сарай не буду считать это уже как бы отдельная тема а так шарай и сама бойня с этой всей заливкой что сейчас есть мы еще не переплюнули отметку 100 тысяч гривен еще до этого не дошли осталось что пенопласт не купить на потолок и уэсби его вода то есть все как я думал что обойдемся там 110 115 там тире 120 тысяч так она примерно и будет эту это с перегородками с моими комнатами с кладовками с котельнями и сбойней намного сделать проще новое современное чем мудохаться с каким-то там старьем после этого сарая мы планируем саней сразу когда этот запустим все переведем сюда будем заниматься этим красным сараем где-то где я только же показывал груша поросилась его тоже приведем порядок что был как первые тут красные где красные клетки ну а эти сара и может и буду использовать может демонтирую не знаю посмотрю потом потому что тут тоже планы то там не что-то захотелось то 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 короче всего сразу много захотелось ну лишь бы денег хватило на все денег сил и здоровья этот мужа даже разберем посмотрим я закрываю одна выбегает кнопа тут их поменьше их осталось девять штук позвонила подписчица ой пожалуйста сколько ждала сколько это я сказал что я их не продаю ну короче выпросили на свиноматку именно кантура долго она искала чистого кантура чтоб чистый дюрок чистый петрен на свиноматку я их себе на мясо потому что петрен и дюрок сам дюрок устойчивый до холодов сквозняков петрен этого всего боится а это мешанка то есть и сало будет тоненькая и сами поросята так сказать до холодов до морозов до болезней более устойчивый потому что мешанка чистый дюрок да да это кнопа именно ну оставил пускай тоже маленького просто что а так все хорошие все хорошие же пластинки кушают атаким намешивать тут оставлю это им а то в машке обычная машулька у нас килограмм под 300 уже это у нас эти четверо машкины которых я хотел взвесить ровно в 60 дней так и не взвесил так как тягать их не не захотел подумал их перетаскивать то есть лишний раз им стресс делать думаю не будут ну я и так вижу что они далеко за 20 килограмм 60 дней были килограмм по 25 сейчас они еще больше стали поэтому и это не то что там какая-то показуха оставил их себе на мясо но я думал эту свинку он она бегает на крайне у меня одна свинка и три кабана кастрированных оставить на свиноматку но тоже под вопросом там если мне еще варианты именно насчет добавление поголовья нормального хорошего хорошие генетики на свиноматок может если у меня все получится вот это свинка если у меня все получится то не будет ну если возьму новое поголовье именно по генетике тогда ее не буду оставлять если не возьму то что я хочу там просто она не очень дешко все выходит тогда оставлю но думаю получится по деньгам то поднаберу в новый сарай новое поголовье санька у нас занимается дальше шока тоже ли а тут проще до глина именно до или не ну проще саньки у нас такой юморной парень вчера мы ездили саней харьков же выбирали металл на филе и там конечно у мужичка металла вода 40 лет на заводе 40 лет на заводе стягивал до все тогда размечаем следующую достать а давай я туда